Ну, всем привет! Это канал Бородач ТВ. И у нас сегодня в гостях исполнительница таких нашумевших хитов, как «Васадуль в огороде», Полюшка Поля, Мария Бажанова. Я хотел спросить, Мария, после того, когда вы продали 10-миллионную копию, то есть, заменитой песен «Васадуль в огороде», пришла ли к вам слава? Нет, не сразу. Не сразу, да? То есть, где-то... Пришлось немножко поработать. Пришлось, да, всё-таки? Да. Скажи, пожалуйста, сразу же, да, то есть, вот, заходя вперёд, с какого периода, да, ты чувствуешь себя звездой? Как бы надо миллион продать копии или как бы уже на 500-тысячную, как бы уже всё нормально? Ещё пока не чувствуешься. Не чувствуешься, да? Хорошо. Мария, давай, ну, как бы, это о серьёзном начали сейчас. Давай ещё два слова-то скажем. Давай сейчас о серьёзном. Вот смотри, после нашего эфира, да, ну, свалится на тебя вот эта вот звёздная слава, да, например, концерты в Кремле, Евровидение, да, вот, ну, там, мировые турны. А что дальше? Кремль с основного фора, да? Хорошо, подожди, а какие вот планы у тебя вот на жизнь? Вот чего хочешь делиться, амбиции? Да, в общем-то, спокойная жизнь у меня, размеренная. Пока звездой становиться не хочу, такого прямо мирового масштаба. Просто выступаю для себя, для людей. Мне нравится этим заниматься. Пока на сцену, на Большую в Кремль не хочу. Пока, да? Ну, зовут. Я просто, я почему спрашиваю, видишь, сейчас такая конкуренция, да, среди певцов, да? Да, на самом деле, большая, да. Вот, и Ольга Бузова на ноги, ну, за спиной пищи, да? То есть, вот как тебе вот удаётся всё-таки растолкать, да, грубо говоря, вот этих вот местных заводчан, да, вот, ну, и пробиться? Наверное, вокалом всё-таки, да. Всё-таки ты берёшь не только красотой, да, а ещё и вокалом, да? Да, всё-таки ты. Скажи, пожалуйста, ты вообще сотрудничаешь с таким лейблом, как Blackstar? Конечно, естественно. Ты же мой продюсер. Да, твой продюсер, да? Естественно. Так, давайте, серьезно, а скажи, пожалуйста, вот, ну, немножко о себе, да, вот, с чего началась вот карьера, что ты вот, ну, шла вот, например, да, по кухне, да, взяла там поварёшку и сказала, говорит, я пою прям, или это вот как вот, ну, ты пришла к этому? В детстве ещё, ещё дальше. Пришла домой, хочу петь, всё, пела в караоке дома. А с какого возраста, да? С возраста, с какого? А садика. Садика, да? Молодец. Серьезно? Нет, проще. Серьезно. Я на самом деле тоже пою, да? Ну, я вот... Да, в машине, я помню. Ну, что ты сразу говоришь? Может, не в машине? Это я тебе сказал, что в машине. На самом деле, да, я пытаюсь петь. Нет, он хотел спеть недавно тут в караоке позиция номера тура. Я с ним петь учил. Не случилось? Исполнил, исполнил, да. Может, нам дуэт записать? Слушай, я не знаю, меня никто не приглашал, но я думаю, с тобой... Можно попробовать, да. В принципе, он не фотогеничен, но... Ну, ничего, мы фотошоп у нас есть, если что. Есть, да? Поправляйте. Поправим, да, если что. Я помню. А вот можно немножко по репертуару немного задать, да? Да. Я смотрю, есть песни, полезные для людей и неполезные. Да, например, ну, есть такая штука, да, информационные вирусы, которые несёт песни, да? Песни может как бы человека вылечить, может ранить, да, его? Вот, смотри. Например, песня «Ты бросил меня, ты бросил меня», да? И весь Советский Союз скачет под неё, и у них, у каждого примерно получается так, что бросили его, да? Вот. Будешь ли ты петь песню, да, несмотря на то, что ты будешь чувствовать, что она вот, ну, информационно-бреграммирует. А, кстати, хороший вопрос, потому что недавно буквально об этом задумывалась. У меня просто свадьба тут в пятницу у людей, да? Я выступаю на ней. И есть такие песни, которые я не люблю исполнять. Очень не люблю, и я заказчикам, в принципе, об этом говорю. Но если меня попросят, конечно, мне придётся это сделать. Ну, вот, например, я сразу сказала, что петь на лобутенах я петь не буду. Ну, не нравится мне эта песня. Ты знаешь, вот, ну, просто все мужчины, как бы, когда вот выпустил вот этот хит такой, ну, замечательный, да? Мужчины, когда слышали этот хит, я просто сейчас специально, как бы, не договариваю, надеюсь, вы сейчас вот эти угадаете, да? Ага. Они как бы напрягаются. Вкуси вообще, о какой песне я сейчас говорю? Нет. Девушка. А где я такой красивый с бородой? Я к чему? Да, и точка, да? То есть вот это и дочка. И мужчины, как бы, знаешь, вот они немножко напрягаются. Вот ты вот такие песни... Почему напрягаются-то? Блин, ты знаешь, как бы всё, ну, это уже не соскочит, понимаешь, там и точка, всё, блин, как, что, куда деваться? Буду ли я такую песню исполнять? Да, ты вообще поёшь только песню? Такую нет. Не пробовал, да? Нет, такую нет. Да, конечно, дайте петь. Ну, дайте, да, да. Это соло, да. Так вот. А давай-ка перейдём к твоим сольным, да? Вот они непосредственно исполнению, всё, шутки в сторону, как бы, да? Давай сейчас уже, давай по-серьёзному, мы попробуем у тебя спросить. Попробуем. Нет, серьёзные. Всё, я серьёзная. Всё, соберись, Димас, давай. Ну, не улыбаться, я не могу, сэр. Перегляй, да? Хорошо, да? Давай так, смотри, не все, да, не все просто, как бы, может быть, знают, да, то есть, мы бы хотели тебе рассказать, а тебе именно рассказать, как, может быть, больше, да? То есть, расскажи, пожалуйста, какой, ну, как это правильно называется, может быть, да, вот репертуар, да, какой вот исполняешь, в каком стиле? В основном я пою на русском, люблю наш русский язык. У нас сейчас почему-то стала мода на зарубежную музыку, да, очень, почему-то в России мы поём зарубежные песни, я не знаю, я люблю больше русский, хотя, конечно, все просят зарубежные, вот, но пою я всё. Шансон? Нет, ну, шансон пела, но мне не нравится, вот, вообще, от ретро и до современных видов. Музыкальное образование есть? Образования музыкального нету, где-то, наверное, лет 10 назад начала заниматься с педагогом и до сих пор занимаюсь. Ну, то есть, индивидуальное у тебя занятие, то есть, индивидуальное занятие, чтобы там просто люди понимали, да, то есть, многие заканчивают школой музыкальной, но ничего не получается, потому что индивидуальный подход, он всё-таки немножко может быть. На самом деле, не обязательно иметь музыкальное образование, чтобы хорошо петь, потому что достаточно иногда прийти к педагогу хорошему по вокалу домой, где у него всё оборудовано, всё у него есть, и также ставить голос в фу. Этого достаточно. Единственное, что нужно педагогов, наверное, мне кажется, менять через какой-то период времени, потому что один дал, допустим, до максимума, потом следующий, ну и вот так вот, как бы, беспередно. Ну да, это правильно, то есть, ты получаешь навыки и формируешь уже свое, как бы, своё изучание. Как раз сейчас, кстати, я бы меняла педагога, очень хорошая девушка. Слушай, ещё такой вот момент. Ты что-то слушался, я забыли, исполняешь чириды, как бы, хиты, да, то есть, как бы, ну, перепиваешь, или у тебя есть уже какой-то свой педагог? Нет, авторского нет. Авторского нет. Пока нет. Да, у меня, слушай, просто есть знакомый, Константин, не, серьёзно, есть знакомый Константин, у него есть небольшая своя студия, дома он там организовал где-то там, то ли в чудаке, там, не знаю где, то есть. Вот, он как бы пишет песни. Кстати, я могу тебя порекомендовать, по возможности, то есть. У меня просто, я сейчас, вот прямо сейчас не могу, ну, я понимаю, что... Я хочу просто сказать, чтобы мне 10 сентября просто разблокируют ВКонтакте, у меня там, что там контакты, вот именно ВКонтакте, понимаешь? Хорошо, да почему бы нет? Давай я тебе скину информацию, и можно что-нибудь у него прослушаться и идёт испеть. Нет, есть люди, которые предлагают, чтобы я пела и исполняла песня, но пока что-то у меня до этого руки не доходят. На всё нужно время. Как тебе вообще наш мега-продюсер Александр Беляков? Кстати, интересный человек. Александр Беляков, мега-продюсер, да. Хороший человек, мне нравится. Душевный такой. Да, вот душевный. Общительный. У него красный, что у него пальцы, понимаешь, как пальцы перебирают. Да, да, да. Просто знаешь, золотые пальцы России, да, вот они по определённым вещам, да. Да, кстати, обрати внимание на картину, почему золотые пальцы России, видишь, они спектрятся. А просто видеокамера, да, она не может, как сказать, сейчас... Да, повернуться. Нет, она не то, что повернуться, она не может передать без фотошопа, как бы, вот этот эффект. Но мы, на самом деле, чуть попозже кручем и добавим эффект вот сечения. Сечения, нет, нет, ты не туда смотришь, на камеру. А, да. Вот, да, вот здесь будет сечение, только там я сейчас вот. Вот. По поводу продюсера Александра, как давно ты с ним сотрудничаешь? Познакомились в апреле, переманил меня сталисмана. А, переманил. Ну, я не считаю, что переманил, я считаю, что... Нет, совершенно не было. Ты знаешь, расширил аудиторию, на самом деле, как будто... Ну, везде есть разная аудитория, даже вот вроде бы один город, один город, разные заведения и разная, на самом деле, полига. Ну, в ресторане одна аудитория, в одном ресторане другая, в баре совсем другая. Поэтому вот разные вещи. Сразу же вопрос. И, скажем так, как долго ты уже занимаешься вот именно профессиональной деятельностью, выступаешь? Выступаю. Выступала лет шесть назад, начала, наверное, лет шесть назад, потом перестала выступать, пошла работать по профессии, можно сказать, практически. Вот. Вот, потом вышла замуж, родила ребенка, вообще ничем не занималась. И, грубо говоря, начала вот так вот с собой заниматься, да, этим всем продвижением и захотелось резко двигаться дальше, вперед. Карьерничать. Вот, с февраля месяца 2017 года. Как это ни странно. Я поздравляю. Да. Я желаю успехов. Я к чему? Мне признаешься, знаешь, у тебя вот так, ну, очень красиво подобрано, знаешь, вот имя и фамилия. Да. Мария Баженова. Жанова. Бажанова. Я извиняюсь. Я по губам еще не шлют. У нас бывает накладочки. Потом, возможно, мы вырежем. Возможно, да. Так, Михаил, давай-ка я вам вопрос задам. Я немножко заснусь там. Как это? Представляешь, да, вот программа, ну, я представляю, видел выступление, да, вот программа, она идет там полночи бывает, да, там. Вот это ж тяжело, правильно? Конечно. Вот. Мне потом вопрос, я сейчас немножко эту сделаю, как прелюдию, да. Просто мы сделали, да, для исполнителей, да, вообще, массажный кабинет открыли. Вот кто к нам последние звезды, Эммини, Фиоджи приезжала, Мадонна, вообще уезжать не хотела, руки целовала. Вот. Массажный кабинет на молодежной 72. Вот. Как вы снимаете стресс, да, и вообще напряжение? Вот после этого вообще падаете на диван или как вообще? Честно, у меня нету стресса после выступления. У меня стресса, а вот именно усталость. Усталости нету практически. Нету усталости? Точнее, как вот объяснить, она у меня есть, но у меня больше заряд энергии от зрителей. Вот они... Скакать хочется? Да, хочется, ну, правда, ночью приходишь, вроде как спать надо, а ты не хочешь спать. У меня есть такой вид оргазма, называется ментальный. Извините, это я... Ха-ха-ха. Ментальный, он может, исполнитель, да, или, например, девушка, которая занимается там пластикой всякой, да, может получить вот, ну, именно вот ментальный, да, вот, от людей, да, вот ты просто, видишь, вставки себя рекламируем. Конечно, понятно, да. Да-да-да, ты, кстати, вот как раз сюда пришла и вот начала спрашивать про такси Максим. Реклама такси Максим. Да, мы с вами недавно открылись. Вот, мы тоже, кстати, много чего начинаем, мы открываем тоже, кстати, в этом году. За все беремся, да? Не, мы не за все, как мы беремся и доводим обязательно. Доводим, да. Да, это хорошо. Вот, да, мы стараемся. Наоборот, нам приходится себя удерживать. Вот еще бы это взять. Еще бы это взять. Слушай, Мария, вопрос сразу такой. Как ты себе рассказываешь, что-то есть у тебя, да, там есть сайт, есть что-то, ну, как тебя найти? Ну, пока у меня есть группа ВКонтакте, мой телефон и личные сообщения ВКонтакте. Нет, на самом деле, на самом деле разместила на пару сайтах, это горько.ру, его очень, в принципе, знаменитый сайт, его все знают, кто занимается свадебными деятелями, туда, там, ищет артистов. Ну, это ищет там эксперт.ру, по-моему, ну, вот на таких сайтах. Просто я почему спросил у нас, так как мы являемся создателем такого информационного портала, как Сосновый Бор, да, ну, и вообще, в принципе, мы делаем такую интересную систему, мы типа Соснового, у нас много чего есть, мы делаем, а мы всем говорим, и вот по поводу, даже вот сейчас немножко в сторону хожу по поводу наших проектов, у нас бы ничего не получалось бы, и если бы мы не понимали важность информационных вот этих ресурсов, поддержки. И ты знаешь, вот когда я услышал группу ВКонтакте, да, то есть вот меня сейчас забанили, да, вот сегодня, ну, там за какой-то вообще комментарий взяли, забанили до 9 сентября. Представь такую ситуацию, тебя просто взяли, забанили или вскрыли твой аккаунт. Вопрос. Как ты бы вела деловые переговоры вот в этом случае? Так если у меня есть телефон, зачем мне… Понимаешь, телефон, давай так, как там, как там, я поняла, как меня находят заказчики, вы хотите спросить? Но, во-первых… А про портекса это понятно, там… На самом деле, в основном, заказчики – это сарафанное радио, потому что люди, которых я уже выступала, естественно, рассказывают обо мне, да, и мне звонят на самом деле больше на телефон, честно, группа ВКонтакте – это в основном для ресторанов, например, где я должна выступать, они заходят, смотрят там мои афиши, там, все, что я добавляю, там, видео, фото, вот, а на самом деле звонят в основном. Почему мы так начинаем говорить? Вот у нас вот, да, вот сейчас вот идет видеозапись, да, у нас есть свой, во-первых, канал, да, то есть на YouTube. А чем он хорош? Все-таки это видеоконтент, да, то есть он по-другому заходит, люди могут посмотреть, да, то есть он более проще, удобный, непонятный, да, то есть его, как сказать, аудитория намного выше, там, да, кроме там соснового убора. Это один момент. Второй момент, конечно, все-таки нужен сайт, да, то есть и… Нужен, да. Чтобы тебя продвигать, потому что вот ты что-то делаешь, да, ты там записываешь музыку, делаешь фотографии, а все, что попадает, вот эти, просто хочу сказать про социальные сети, все, что попадает туда, это просто свалка. То есть вот ты сделала картинку, что записала звук, она просто теряется, все, все, что ты вот выложила, вниз, она улетела вниз по этой стене, и все, нет тебя. То есть очень плохая индексация. И, как бы, для того, чтобы продвигаться, да, все-таки нужен сайт, это мощный, как бы презентационный такой вот инструмент, который, ну, реально там можно сделать мощное портфолио, да, то есть не надо ничего показывать, люди сами будут тебе заходить, потому что тебе… И все, что ты загружаешь на сайт, оно начинает попадать в Яндекс, в Google, везде. Не, на самом деле, как бы, хороший для меня, как сказать… Совет. Совет, да. Совет, да. Совет. Совет. Потому что, правда, сейчас очень много конкурентов, и не знаешь, как себя продвигать, честно. Вообще, конечно, по, ну, по-хорошему… Вообще, конечно, рекомендую Instagram просто. Ну, мне многие говорят, ну, почему-то я так не хочу… Это самая первая ошибка, почему ты не хочешь… Честно тебе скажу, да, вот Дмитрий у нас… Сейчас… Три месяца, да, ты идешь пока… Вот я смотри, вот у меня страничка в Instagram, да. Вот моя. Пока он… Ей три месяца. Ей три месяца, да, где там… Ой, ой, ой. То есть сейчас контакт – это прошлый век, это… Ой, блин, вообще… Вот, смотри, уже… Ей три месяца, пять тысяч подписчиков, да. Каждая фотография, флюорография моя, набирает 140, 200, там, лайков, да. Лайков, да. То есть я веду, как бы, здесь, да, то есть мне пишут люди… А подписчики откуда берутся? Подписчиков – это я подписываюсь на целевую аудиторию, и они вслед подписываются. То есть есть специальная, как бы, программа, да, которую ты можешь взять с любую аудиторию, с любого, да, ну, там, с конкурентов, там, еще… Подписываешься, автоматом лайки ставишь, и тебе обратно люди пишутся. Казалось бы, простой механизм, а его эффективность совершенно другая, понимаешь, вот контакт уже столько не набирает, это раз. В контакте просмотр одной записи 200, 300… Здесь у меня запись, вот смотри, я сегодня выложил, так вот, для красоты, вот моя запись, да, просмотреть статистику, 2307 показов. И ВКонтакте, два просмотра. Да, 23, да. А ВКонтакте ты 200, то есть… Не соберешь. Инстаграм, я считаю, я считаю, что для тебя инстаграм – это просто, ну, 2700. Вот. Я не потратил ни рубля. Да, ни рубля. То есть, вот. А, кстати, Александр Беляков мне советовал за инстаграм. Кто ему советовал? Кто ему советовал? Кто ему советовал? Кто продюсирует? Все понятно. Кто продюсирует Александр? Все понятно. Не, серьезно. Но ты потом подойдешь, спросишь, там, за меня меня, если что, Михаил Клюмчук зовут там. Вот. Он тебе все расскажет, мы его попинываем за меня. Все понятно. Не, не, не попинываем. Не, на самом деле, Александр – это так-то локомотив и мотор. Мы вот его все продвигаем, хотим, чтобы он был этим, управляющим ДК. ДК, потому что он не хочет. А он не хочет. Я понимаю, что он сопротивляется, но у него выбора нет. Саша, мы тебя тоже рекламируем, кстати, сейчас. Потому что, да. Даже не его рекламируем, а советуем. Ничего, нравится, что Александр стал брендом. То есть, это не просто сбор концерта, а он уже стал Александром Беляковым. То есть, если раньше, да, там, сбор концерта, что-то туда-сюда. Не для ЛАЭС вообще, там, для НИТ, там, он для всех все это дело организует. Молодец. Он вообще все делает. Я вообще считаю, что многие, вы, кстати, вот обязательно обратите на это внимание, многие площадки, там, да, вот там, ну, ты вот работал, ну, работаешь, сотрудничаешь, там, с талисманом, да, то есть, как бы, Александру нужно расширять свои возможности, да, чтобы он обхватил вообще все площадки музыкальные, да, там, всего города. То есть, потому что у него… Ну, просто раздающим, да, распределяющим. Да, у него есть возможность, у него такие дружественные отношения со всеми коллективами, там, и Питер, и не только Питер, там, и по области очень много. И он может напихать вообще в каждое заведение нашего города, да, то есть, сделать такую мощную программу под разные… А давай вот знаешь, я тебе что скажу? У нас сегодня все-таки гости. Да. Мы что-то Александр, я не знаю. Давай вот сейчас тебе, вот смотри, я видел твои клипы, да? Есть? Ну, не клип, промо-ролик я бы так назвала. Промо-ролик, да. Вот, когда уже мир увидит… Клип? Клип. Сегодня, кстати, будет второй промо-ролик, снятый в Барбаре. Ну, и… Да. А клип… Ну, вот, нужны финансы, хочу сказать. Пока на клип… А что нужно для финансов в клип? Вот мы с Михаилом записываем, бывает просто… Вот, Михаил, недавно вот мы пробежками занимаемся, да, вот он бежит вот так вот и снимает себя. Ну да, нет, ну так-то я тоже могу снять клип. Почему нет? Да. Фильм-то, кстати, не смотрели вот этот «Меч Короля Артура» кто-нибудь смотрел? Нет. Нет? Там вот как раз снимал вот этот Мел Гибсон… Не, не Мел Гибсон, а… Как это зовут там? Гай Ричи, вот Гай Ричи снимал вот фильм. И там в определенный момент, когда они бежали, главные герои, они вот так вот держали камеру и бежали там, знаешь, там типа там… Вот, я к чему? И ты представляешь, вот уже вот такие вот все фишки, как будто это блогинг, да, то есть он уже даже в это… Да, да. Можно на камеру, мне кажется, но сейчас вот после эфира с тобой этот… Ну, обязательно снимем клип какую-то споем, ну, что-нибудь. Да, можно. Мы брод будем открывать, а ты вытягиваешь. Хорошо. А сколько сейчас вот нужно вот так с высоты прожитых лет… Греб записать? Чтобы денег… Честно, не знаю, вот не спрашивала. А вот если найдутся люди, да, вот сейчас посмотрят… Я думаю, где-то 50 тысяч, я думаю, точно. 50 тысяч? Это от, наверное. Это от, да. От 50 тысяч, да? Да. Ну, плюс костюмы, аренда, там, смотри, где-то записываешь, да, может даже люди какие-то, которым тоже нужно деньги платить, да, что массовка, так сказать. Я всегда очень рад вот этим словам, и я всегда предлагаю свою кандидатуру, чтобы никто не платит. Массовку? Нет. У нас, как бы, есть даже площадка, есть массажный кабинет, да? Опять массажный кабинет. Он фигурирует у нас просто везде. Ну что, давай, наверное, пожелаем творческих успехов. Обязательно. Кратко, сестра таланта, да? Да. Обратись, может быть, к нашим радиослушателям, что-нибудь пожелаете? У нас наши радиослушатели. Они, ну, обычно, ну, картинку отключают. Ага. Вставили, ну, в общем-то. Потому что нас они уже не могут воспринимать нормально. Ну, я так понимаю, это смотрит как Сосновый Бор? Нет. Нет? У нас на Ютубе, мы на Россию. Дорогие друзья, рада была посетить, во-первых, вас. Начнем с этого, да? Надеюсь, не первый, не последний раз. Нет, точнее, первый, но не последний. Вот. Ну, думаю, что увидимся с вами как минимум в Сосновом Бору. Постоянно в Борбаре и Талисмане. Вот. Еще в других площадках Соснового Бора. Да, в других площадках Соснового Бора. Будем ждать клип. Ждите, точнее, вы клип. Меня тут будут продюсселивать, я уже поняла, да. Вот. Ну, до новых встреч.